В этом видео я расскажу вам, как выбирать планировки от застройщика. Допустим, вы выбираете квартиры, вам предоставляют штуки три варианта, а какой из них выбрать вы не понимаете, потому что не разбираетесь. Так вот, сегодня смотрим и я рассказываю, по каким принципам я отбираю лучшую планировку. Поехали, подписываемся! Всем привет! Сегодня я покажу пример своей работы, в которой я помогал заказчику определиться с квартирой. Заказчик в Москве, жилой комплекс Level, и там было выбрано три квартиры, из которых заказчик пытался определиться, какая же ему подходит. Так как в отделе застройщика объяснить это не могут, у них все квартиры прекрасны и хороши, на самом деле это не так. Вот поэтому он и обратился ко мне с просьбой помочь определиться. Портрет семьи следующий. Это холостяк, у которого есть кот. Ну, понятно, что через какое-то время появится вторая половинка, то есть нужно сразу предусматривать немножко на будущее, что эта квартира будет, в общем, эксплуатироваться не одним человеком, а двумя. На вашем экране три варианта планировки. И вы сразу же видите, что какая-то больше, какая-то меньше. Оно и понятно. Та, которая побольше, понятное дело всегда в приоритете, потому что там больше полезной площади и можно больше чего напридумывать. Ну, первая мысль такая приходит. С другой стороны, мы понимаем, что каждый квадратный метр стоит дорого. Поэтому заказчик всегда смотрит в сторону более маленьких квартир, потому что она стоит дешевле. И экономию никто не отменял, все хотят сэкономить, и это абсолютно нормально. В будущем я планирую вам записать ролик, где покажу, как более маленькие квартиры гораздо лучше подходят под потребности человека, чем большие площади. Ну, а сегодня мы попробуем вместе с вами рассмотреть плюсы-минусы этих трех квартир. и попробовать определиться, какая же из них лучше. И слушая этот ролик и мои рассуждения, собственно говоря, вы сможете эти знания применять в собственных своих будущих покупках. Эти принципы работают, в общем-то, всегда. Ну, а если будут какие-то у вас сложности, всегда буду рад вашим обращениям. Пожалуйста, обращайтесь. Вам точно так же помогу разобраться. Итак, первое, что я делаю. Я начинаю накидывать мебель в программе, хотя это можно делать и просто на распечатанных планировках, для того, чтобы понять, как мебель вписывается в данное пространство. Влазит, не влазит. Удобно ли будет ходить между стеной и кроватью. А достаточно ли мест хранения для одежды. А куда я поставлю стиральную машину. А где уборочный инвентарь. А как я буду готовить. И так далее, и тому подобное. И вот, по первым прикидкам, как я и сказал, конечно, наиболее интересно, это вот этот вот центральный вариант планировки. Потому что здесь по запросам клиентов просто все помещается. А запросы были следующие. И рабочий стол, и кабинет, и еще кухню отдельно надо отгородить, чтобы там, ну, как бы, вроде бы запахи, чтобы не шли. И гардероб побольше, места хранения. Ну, в общем, такой достаточно большой набор для комфортной жизни. Опираясь на него, конечно же, я понял, что подходит нам вот только этот вариант. Вопрос, как в нем расставить мебель? По первым прикидкам, вроде бы все получается. Почему я выбрал эту квартиру и отказался от двух крайних? Давайте порассуждаем. Вот этот вот левый вариант, это самая маленькая по площади квартира. Почему я отказался от этой маленькой квартиры? Во-первых, здесь мало окон, всего лишь два. Во-вторых, комната общая, вытянутая. И получилось так, что кухонный гарнитур находится в дальнем краю от окна. А это значит, там всегда будет темно. Это очень некомфортно. Вообще, нужно стремиться к тому, чтобы света было как можно больше в вашей квартире или в вашем доме. Так вот, вот эта вот вытянутость здесь совершенно не в плюс этому помещению. Входная группа, обратите внимание, вот мы заходим, попадаем в прихожую, и она вот такая малюсенькая, потому что остальное место занимает шкаф. И то он не сказать, что он очень большой. То есть, прихожей, по сути, нет. Она очень маленькая, микроскопическая. Постирочная располагается, ну, по крайней мере, так предложено от застройщика, вот в этой вот нише. Ну, вроде бы ничего, кроме того, что будем ходить через прихожую. И во всей этой квартире я не вижу места, куда поставить рабочий стол, для того, чтобы работать с компьютером, с бумагами и так далее. Почему отказался от квартиры, которая здесь справа? Объясняю. Когда мы попадаем в прихожую, по сути, мы попадаем в длинную, загнутую, такую, какую-то пространственную аномалию под названием коридора, которая, по сути, съедает полезные квадратные метры. А я напоминаю, что сейчас квадратные метры, особенно в Москве, стоят, ну, просто каких-то безумных денег. Поэтому это расточительство, разбрасываться вот пространством. Второй момент. Здесь очень узкая прихожая. Вот она всего лишь тут, наверное, метр 10 от шкафа до стены. А шкаф, по сути, это и есть стена. Поэтому сразу же со входа мы попадаем в какую-то узкую кишку, которая совершенно нас никак не радует. А одно из правил гласит «Приходим домой, мы должны радоваться». Это должно быть хорошее, достаточно просторное помещение, в котором не только шкаф, но и какие-то предметы интерьера, которые красивые, и нас, в общем-то, должны радовать. Здесь невозможно. Напротив только дверь, ну, наверное, в кабинет. Далее мне не понравилась здесь спальня. Из спальни мы видим две двери. Одна – вход в спальню, другая – вход в ванную. Что заставляет нас поставить шкаф только вот в этот вот угол. Если мы ставим шкаф сюда, то между ним и кроватью остается очень мало места для прохода. Да и шкаф маленький. Если мы его увеличиваем, то, соответственно, ходить между кроватью и шкафом будет не совсем комфортно. Кровать стоит изголовьем прямо напротив входа. И если дверь открыта, то представьте себе, вы идете от прихожей и тут же видите изголовье кровати. Это вообще категорически неудобно. Это плохо и некомфортно. И ощущения человека, который лежит на кровати, ну, совсем не те, которые могли бы быть. Вот поэтому, конечно, я остановился вот на этом варианте. И здесь у меня получается еще два подварианта, про которые я вам расскажу. В первом – кухня-ниша. Это я сделал специально, чтобы можно было поставить раздвижные перегородки и закрывать сам кухонный гарнитур именно по просьбе заказчика. Именно так он хотел, чтобы можно было закрыть и все, ничего не видим, ну и запахов, соответственно, нет. При этом стол располагается напротив, рядом с окном. За столом по оси есть какой-то комод, то есть какая-то фокусная точка. В самом зале диван, кресло, телевизор напротив. И из зала вход в кабинет-спальню через раздвижную перегородку. Почему через раздвижную перегородку и почему сначала кабинет? Потому что, когда человек один, я напоминаю, один в доме живет, он, конечно, откроет эту раздвижную перегородку и окажется, что пространство будет восприниматься огромным, аж на четыре окна. И можно вдоль этих окон прогуливаться, как будто у нас тут променад. То есть ощущение от этой квартиры будет совсем другим, нежели от первоначального варианта предложенным застройщикам. Здесь все раздроблено на маленькие комнатки. А в моем варианте я пространство как бы раскрываю. Раскрываю его потенциал, делаю его светлее, просторнее и, соответственно, наряднее. Но то, что здесь раздвижная перегородка, никого не должно смущать. Потому что сначала мы заходим в кабинет, и здесь можно сидеть, работать. А вот уже дальше, через кабинет, мы попадаем в спальню. Поэтому, когда человек захочет уединиться, он просто задвинет раздвижную перегородку и оказывается в спальне. Между кроватью и рабочим столом шкаф на две стороны. Одна сторона со стороны кровати, другая сторона со стороны рабочего стола. И если этих шкафов окажется слишком много, то со стороны рабочего стола можно организовать стеллажи для документации, бумаги, принтеры, ну и прочее все необходимое в кабинете. Вход в ванну из спальни. Это основная ванная комната. Здесь стоит только большая ванная, в которой любит мыться заказчик. Именно в ванной, чтобы полежать и побалдеть. Остается второй санузел при входе. Это гостевой санузел, раковина, унитаз и сделан большущий шкаф под хозяйственные нужды. То есть там стоит стиральная машина, сверху сушильная, рядом уборочный инвентарь, отсек для глажки и так далее и тому подобное. То есть когда нам надо заниматься хозяйственными бытовыми делами, заходим в гостевой санузел, открываем дверки и пожалуйста, вот все перед нами. Когда не надо, закрыли и никто не догадывается, что за этими дверками находится. При этом в моем варианте получается большая прихожая с большим встроенным шкафом. Обязательно консоль, на которой и концентрируется собственно красота, картина, зеркало. Рядом пушик, на котором удобно сидеть. И получается все логично. Действует правило градация интимности помещений. То есть первое заходит в прихожую, из нее же мы видим зал и уже после зала мы попадаем в другое, более интимное пространство. Так, а это второй вариант, про который я уже вот так нечаянно начал рассказывать. В общем, второй вариант отличается тем, что я убираю кухню нишу и делаю все единым пространством. И в этом варианте мне нравится, что вся мебель очень красиво, композиционно располагается вдоль вот этой вот оси. как бы на нее нанизывается телевизор посередине, столики, диван, основной стол обеденный и все это в кухонную гарнитуру упирается. Диван здесь необычный, он двухсторонний. Соответственно, мы можем сидеть, смотреть телевизор. Это один сценарий. Другой сценарий, мы можем сидеть лицом к кухне и общаться с тем, кто готовит или сидит за обеденным столом. Поэтому огромная вариативность и это делает пространство нескучным. Помещение позволяет это сделать и даже еще можно здесь поставить какой-то дополнительный комод или стеллаж для книг. Из общего пространства кухни-гостиной есть дверь, которая ведет в кабинет а-ля гардеробная. Рабочий стол, напротив огромный шкаф, конечно же кресло, на котором можно посидеть, столик, на который что-то можно положить. Отсюда же вход в ванную. Далее, когда мы проходим через кабинет, мы попадем уже в спальню, где стоит просто кровать. Такое решение позволяет сделать, например, стену в ванную стеклянной. И когда мы будем лежать в ванной, то мы уже смотрим в окно. В ванну попадает свет. И стесняться нам здесь некого. Никто нас не видит, потому что все за дверями. И вообще это приватная зона. В общем, из трех квартир понятно, какую нужно выбирать. Теперь осталось определиться, какой из вариантов планировок ближе подходит моему клиенту, какой сценарий жизни ему более предпочтителен. Ну, а вам хочется сказать, дорогие зрители, что пользуйтесь такой услугой или берите на вооружение мои советы и выбирайте квартиру с умом. Квартиры стоят очень дорого и будет обидно, если купил какую-то, а потом не знаешь, как расставить в ней мебель, что-то не влазит, что-то неудобно и вообще тебя не радует. Зачем надо было покупать за великие миллионы эту квартиру? Непонятно. В общем, чтобы не купить какую-то ерунду, обращайтесь, сделаю вам планировку. На этом все. Всем пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Всем пока. Да пребудет с вами муза.